Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по четвертой книге Царства. Сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. И сказал Елисей, выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Казалось, что Самария окружена, и голод, а снаружи враги, и он предсказывает как бы что-то совершенно невероятное. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, то есть даже царь обессилел. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Далее описывается чудесное событие, которое произошло. Четыре человека, прокаженных, находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то так же умрем. Пойдем лучше в стан сирийский, если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем. И встали в сумерки, и пошли в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Итак, мы видим четырех прокаженных, которые оказались перед дилеммой оставаться в городе, где все умирают с голода, а завтра нападут и всех перебьют. Или пойти к сирийцам, если убьют, так и в городе убьют. А если побилуют, может быть, дадут поесть. Господь сделал то... Лагерь-то сирийский оказался пуст. Четыре прокаженных подошли. Все на месте, людей нет. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, в шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хетских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, и весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Вот эта конница небесная, скорее всего, она напугала сирийское войско, и они бегут из Самарии. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим, и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский, то есть дом своего царя. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им. Конечно, в это было трудно поверить, можно сказать, невозможно поверить. И позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский, и встал царь ночью и сказал слугам своим, скажу вам, что делают с нами сириане. Царь не может поверить. Они знают, что мы терпим голод и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим, мы захватим их живьем и вторгнемся в город. То есть он предполагает, что они специально покинули Стан, чтобы дождаться, когда израильтяне выйдут из города, бросятся к пище, а они выскочат и всех схватят. Это такое предположение. Очень рационалистическое, потому что поверить в чудо, что завтра у ворот Самарии будет полно пищи, хотя пророк это сказал, он не может. И отвечал один из служащих при нем и сказал, пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе, а куда же делись кони? Мы их съели просто. Осталось только пять коней. Из всего ополчения израилетян только и осталось в нем из всего ополчения израилетян, которые погибли. И пошлем и посмотрим. И взяли две пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами, вещами, которые побросали сириане при торопливом бегстве своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучшей посиклю, и две меры и чменя посиклю по слову Господня. Вот у них было неверие в слова пророка. Они даже хотели убить пророка, видя в нем причину своих бедствий. Но все подтвердилось. «И царь поставил того сановника на руку, которого опирался, у ворот, и растоптал его народ у ворот, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю, так, две меры и чменя посиклю, и мера муки лучшей посиклю, будут завтра, в это время, у ворот Самарии». И тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? То есть вот этот скептик, он был подвергнут наказанию. А он сказал, то есть Елисей, увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Скептик лишает себя возможности насытиться и самой возможности существовать, споря с божественным словом. Вот такой урок преподает нам эта глава, но главное, что эта победа одерживается благодаря четырем прокаженным, а прокаженных считали мертвыми, как бы четыре мертвеца живых покойника спасли этот народ. Поистине, сила Божия в немощи совершается. Сила Божия 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 Божия